День победы День победы День победы День победы День победы опасность. Фашистская Германия решила захватить наши земли и наши богатства. Многие страны удалось, конечно же, и покорить. Нашла очередь не до нашей страны. Вот как это было. Июнь склонился к вечеру закат. Закат и белой ночи разливалось море и раздавался зонкий смехом для не знающих, не ведающих в море. Ребята, 22 июня 1921 года в 4 часа утра без объявления о войне германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Тихо молчат дубы, плачет береза, скатилась слеза, теплую зелень травы. Где-то вдали разорвался снаряд, горе-беда ворвалась, первый национ ушел отряд, как война началась. Спасибо. Лена, стой, замри, это надо знать всем людям, планеты, земля, как от блага жила, ленинграды, там морскую плакала земля. Это память, две стилюли, сеть в земле нужна, если мы войну забудем, вновь идет война. Ребята, мужчины... Синенький скромный платочек падал с опущенных плеч. Ты говорила, что не забудешь ласковых радостных встреч. Порой ночной мы разгощались с тобой, не больше ночи, где ты плакончик милых желал и родной. Синенький скромный платочек Василий Федорович, рядовой. Карабутов, Карабутов, Дорофей Яковлевич, рядовой. Герасименко Василий Иванович, рядовой. Легкобит Филипп Яковлевич, а я домой. Легкобит Филипп Яковлевич, можно я с вторых? Легкобит Филиппп, солдат не забыть, вечный огонь на могиле горит, звезды салютов в небо летят, помню тебя, и звездный солдат. Ребята, но есть огонь, который вызывает у людей очень отходные чувства. Это огонь на могиле неизвестного солдата. В честь победы над фашизмом горит вечный огонь. Люди не забыли о подвигах наших героев.